МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Катастрофе над Черным морем. Траурный митинг сегодня прошел в Чебоксарах. На борту Ту-154 в Сирию отправлялись молодые певцы из Чувашии Максим Иванов и Андрей Кочемасов. Какими их запомнят друзья и коллеги в нашем сюжете? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это кадры из детского спектакля Дитя и волшебство, режиссером которого выступил Максим Иванов. Премьеру этой постановки в Чувашском театре оперы и балета представили в декабре прошлого года. Еще раньше именно в Республике выпускник ГИТИСа представил свою дипломную работу оперу Алико. Коллеги по цеху говорят, у молодого человека было много планов. Он не боялся экспериментировать. Он работал у нас в театре артистом хора, монтировщиком в свободное от работы, от учебы время. И Максим вот сейчас стоит у меня перед глазами, монтирует декорации и при этом поет. Он человек был такой всегда ищущий, что-то хотел найти. Не случайно он закончил наш институт культуры Чувашской государственной. Но ему этого показалось мало. Он поехал в Москву, поступил с первого раза к известному оперному режиссеру Дмитрию Бертману. Творческая мастерская московского режиссера стала трамплином в карьере Максима. Он стал солистом академического ансамбля имени Александрова, хотя молодого человека всегда звали обратно в Республику и предлагали стать руководителем Чувашского училища культуры. Он говорит, нет, я хочу быть режиссером. И очень-очень хотел он в театре опер-балет работать, сюда устроиться режиссером. Как жаль, печально очень осознавать то, что люди такие уходят от нас. В таком раннем возрасте... Максим Иванов, солист ансамбля «Тесни и танцы». Нам посчастливилось к симфонической капелле в целом и факультету искусств, студентам посчастливилось с ним поработать, посотрудничать. Вместе с Максимом в академическом ансамбле имени Александрова выступал и студент ЧГУ Андрей Кочемасов. Командировка в сирийский город была его первой поездкой за рубеж. Профессор университета Станислав Кондратьев обучал обоих молодых людей. Для него это невосполнимая утрата. Он хотел, чтобы окончить именно вуз по искусству, потом или в Москве же, хочу сказать, останусь. И с удовольствием мы ее взяли на 4 года в бакалавру. О пассажирах злополучного полета оскорбят все. В республике приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия. К примеру, государственные служащие в этот день решили не проводить новогодние корпоративы. На месте ЧП в Сочи продолжаются поиски тел. Известно, что авиакатастрофа унесла жизни 92-х человек. Медрик Ковалев, Игорь Зверев и Андрей Спиридонов. Республика. С минуты молчания началось сегодня еженедельное совещание в Доме правительства. Праздничные концерты и корпоративные мероприятия, запланированные на сегодня, отменены. Исключение сделано только для детских утренников. Председатель кабинета министров Иван Моторин отметил, Чувашия скорбит вместе со всей страной. На еженедельном совещании правительства республики обсудили и вопросы погашения задолженности по заработной плате. По данным Минтруда и социальной защиты, в списке должников пять организаций региона. Они задолжали своим работникам 20 миллионов рублей. Это, кстати, на миллион меньше, чем было в начале года, но все равно много. Наибольшую задолженность среди организаций имеет Чебоксарская типография номер один 16,5 миллионов рублей и МОК Водоканала Бресенского района 2 миллиона 600 тысяч рублей. Отдельно обсуждалась ситуация на предприятиях концерна «Тракторные заводы». На «Заопромтрактор» работникам не выплатили 25 миллионов 600 тысяч рублей. Однако на днях Наблюдательный совет Внешэкономбанка принял решение о предоставлении концерна стабилизационного кредита. Ожидается, что это поможет закрыть долги по заработной плате до конца текущего года. Премьер-министр Иван Моторин поручил руководителям всех министерств и ведомств максимально отработать вопрос по задолженностям, чтобы постараться рассчитаться с работниками до нового года. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субвенцией на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами. Чувашия получит 188 миллионов рублей, что на 7,5% больше, чем в 2016 году. Кроме того, в республике выделены средства на единовременные компенсации медицинским работникам на селе. 15 миллионов рублей на выплаты по программе «Земский доктор». Всего с начала действия программы в республике трудоустроены 350 человек. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился в Москве с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся денежных выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей. Отдельно обсужден вопрос поддержки республиканской программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. В частности, поддержки концерна «Тракторные заводы». Оказанная финансовая помощь в размере 88 миллионов рублей позволила стабилизировать ситуацию на рынке труда республики и предотвратить массовое увольнение работников. Кроме того, министр труда и социальной защиты России отметил Чувашию как регион, где выстроена эффективная работа по трудоустройству инвалидов. Николай Малов вновь избран секретарем Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия». В пятницу в Чубаксарах прошла 25-я отчетно-выборная конференция. На конференции подвели итоги работы за четырехлетний период. Успешно реализованы партийные проекты. Благодаря проекту «Детские сады детям» в республике открыто 45 новых детских садов. Решена проблема с очередностью для детей старше трех лет. В ближайшее время будут возводиться новые сады. А благодаря программе «Детский спорт» в Чувашии будут отремонтированы спортзалы в 100 сельских школах. В 2017 году запланировано направить на развитие образования 10 миллиардов рублей. Это треть всех расходов республиканского бюджета. Еще 11 миллиардов на социальную политику. На конференции избраны новые составы регионального политического совета и контрольной комиссии. Секретарем регионального отделения на альтернативной основе тайным голосованием вновь избран Николай Малов. Кроме того, участники партийного форума избрали делегатов на съезд «Единой России». 15 метров шириной и около 3 километров длиной сегодня в столице Чувашии открыли один из самых долгожданных объектов – дорожную развязку по проспекту Айги-Фучика. Новый район Садовый в Чебоксарах, в котором уже живут почти 10 тысяч чебоксарцев, очень нуждался в этой дороге. Благодаря двухуровневой развязке на Богданке должны исчезнуть пробки и улучшится транспортная доступность микрорайона Садовой. Движение нужно было запустить. Вот сегодня мы подошли к этой точке освещения везде, установили награждение. Сегодня в целом для эксплуатации дорог готовы. Поэтому автомобили запускаем сегодня. Тем не менее, не все работы были выполнены в срок. Если проезжая часть готова к эксплуатации и автомобилисты с удовольствием выезжают по новой дороге, то пешеходам пока приходится непросто. Отсутствует ливневая канализация. Не успели дорожники проложить и велосипедную дорожку. Весной мы вернемся к этой дороге, потому что часть работы выполнялась все-таки зимой. Видели это и мы, видели и горожане. Где будет брак, подрядчик гарантирует, что его устранит. Но мы надеемся, его практически не будет. Но дополнительную работу выполним весной, летом, с следующего года. Подрядчик, в свою очередь, обещал, что все замечания будут устранены к 1 июня 2017 года. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика. На другом объекте, физкультурно-оздоровительном комплексе по улице Мичмана Павлова, строительные недочеты уже устранили. Зал площадью 1125 квадратных метров, 16 столов и 4 санузла на все здание. Причем в трех из них двери открываются как надо наружу, а в одну уборную войти было практически невозможно. Дверь открывается, она к умывальнику, но дверь же можно было переставить по-другому, и чтобы дверь открывалась в другую сторону. Недочет исправили быстро. Уже на следующий день после открытия дверь переустановили. Нам не показывали, как двери будут открываться, именно нам, администрация, школа. А когда установили, уже как бы вот эта вот причина нарушения выявилась. Согласен, потому что неудобно было. Когда захочешь в туалет, неудобно было. Вот сейчас все устранено. На еженедельном совещании в правительстве республики обсудили результаты итогового сочинения 11-классников и вопроса безопасности в новогодние каникулы. 7 декабря 11-классники республики написали итоговый диктант. Его результаты оказались лучше, чем в прошлом году. 99% учащихся получили зачет, который обеспечил допуск к единому госэкзамену. В этом году в процедуре ЕГЭ и ГИА будет ряд изменений. Из заданий по физике, химии, биологии будет исключена тестовая часть. Изменения при проведении ГИА коснутся и девятиклассников. Им, как и прежде, необходимо сдать 4 обязательных экзамена. Экзамена русский язык, математику и два предмета по выбору. Можно выбрать и родной язык. Однако, если в этом году результаты экзамена по выбору не влияли на отметки в аттестате, то с этого года они в аттестате отразятся. Обсудили и вопросы безопасности в дни зимних каникул. По статистике, число чрезвычайных происшествий в эти дни увеличивается в полтора-два раза. Наиболее тяжким последствием приводят пожары на объектах с массовым пребыванием людей. 31 декабря, 1 и 2 января и потом еще 5-6 января это от пиротехники резко увеличилось количество увечий, несчастных случаев. Слава богу, не было таких летальных исходов, но травмы различной тяжести, в том числе и серьезные люди получали. Опасным может стать и обычное катание с горки, если, к примеру, оно установлено таким образом, что ребенок выкатывается за пределы игровой площадки на дорогу. Поэтому родителям стоит быть повнимательнее к тому, где и как отдыхают их дети. И в продолжении темы пиротехнических изделий впереди у россиян опасные, а у правоохранительных органов и медиков напряженные выходные. Я не оговорилась, 31 декабря россияне выйдут запускать фейерверки. О том, как сделать это без жертв, Ольга Пырочкина. Это не бомбежка. Это 31 декабря в среднестатистическом российском городе. Около 15 лет назад пиротехника стала доступна всем. С тех пор работы у оперативных служб в новогоднюю ночь прибавилось. Одна из основных причин после боя курантов, бокала шампанского или чего покрепче, гражданам не до правил безопасности. Дим, ты куда? Как ты что делаешь? В прошлом году за период встречи Нового года было 5 случаев травмирования людей от 14 до 48 лет. Четверо из них повредили руки, двое причем очень серьезно. И один человек получил ожог лица и глаз. И все это стало результатом нарушения правил использования пиротехнических изделий. По этим же правилам запускать фейерверки нельзя в любом дворе. Для этих целей в Чебоксарах определили 58 специальных площадок. Полный их перечень можно найти на официальном портале города. Еще одна причина ЧП с пиротехникой – некачественный товар и нарушение правил хранения. Как выяснялось, даже покупка в официальной торговой точке не гарантирует безопасности. Первая остановка участников рейда – представители городадминистрации, МЧС, правоохранительных органов, площадка у торгового центра «Мадагаскар». И первое нарушение – хранение товара при минусовой температуре. Меняются потребительские свойства этой пиротехники. Предположим, в теплое место заносят после холода, он покрывается инеем. Все, уже появляется влажность. Может произойти какое-то самосрабатывание непроизвольное. В соседнем киоске, помимо этого, новое нарушение – несоответствие противопожарной безопасности. Простому покупателю судить об этом сложно, а вот что могут проверить все это – инструкция на товаре на русском языке, ей необходимо следовать. И наличие документов на выбранное изделие. Артикул где обозначен? Код, вот, ТС-620. Артикул этого его. Смотрим артикул, который обозначен прямо на корпусе большими буквами. И, значит, смотрим сертификат на это изделие. Обязательно в сертификате должен быть указан артикул изделия. Если здесь продавцы хотя бы постарались создать видимость павильонов, то на второй точке рейда площадки у МТВ центра вообще стоят простые тряпичные палатки. Апостольный осадок не падает, мы сразу видим, вот мы уже это засняли. Вот, видим, да? Снег везде. Что влечет, вот то, что за эти нарушения у нас граждане, которые реализуют пиротическую продукцию и нарушают правила отдельных видов товаров, они будут наказаны от 300 рублей до 1000 рублей. Если индивидуальный предприниматель, они будут наказаны от 1000 рублей до 3000 рублей. А юридические лица будут наказаны от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Хозяева точек у МТВ центра не отделались штрафом. При нас товар конфисковали. Однако точек много, а дней до Нового года мало. Во всех точках продажи пиротехники, где мы были, выявлено нарушение. Где-то правоохранительные органы успеют изъять товар, где-то нет. Но так или иначе, даже такие меры, скорее всего, не заставят других нерадивых предпринимателей отказаться от продаж или исправить нарушения в предновогодние дни. Так что, как поется в песне в известном новогоднем фильме «Думайте сами, решайте сами». Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. Одному из старейших товаропроизводителей Чувашии, открытому акционерному обществу «Ядрен молоко» 85 лет. Не изменяя традициям, с 1931 года оно занимает уверенные позиции в производстве молочной продукции не только в Республике, но и за ее пределами. Молоко с массовой долей жира 2,5 и 3,2%, а также топленое с массовой долей жира 4% вошли в топ-100 лучших товаров России. Основную долю молочного сырья привозят из местных хозяйств. Физконтроль машин с цистернами начинается чуть ли не с порога. Сначала их обмывают в избежание проникновения посторонних микробактерий. Затем процедуру проверки проходит и само молоко. Лабораторные исследования занимают 15-20 минут. Доп-контроль проходит в будущей ряженка, кефир, творог, варенец, сметана, йогурт. Чистое по всем показателям молоко поступает в 30-тонные емкости. В них оно охлаждается и пастеризуется. На новейшем оборудовании из Германии и Польши сырье очищается от посторонних запахов, нормализуется микрофлора, сегментируется на молоко и сливки. 90 тонн кисломолочной продукции, из них 50 в чистом виде, выпускается хоть и при участии человека, но бесконтактно. Все производство поставлено на конвейер. Точность до миллиграмма. Ошибки быть не может. И тем не менее... Проверяю шов вот этот, чтобы был ровный. Видите, надавливаю на него, чтобы он не тек нигде. Потом переворачиваю, проверяю вот этот шов. Кристальная чистота в плане вкуса и качества. Альфа и омега открытого акционерного общества «Ядрен молоко». На всех стадиях обработки к исходному материалу даже пальцем невозможно прикоснуться. Четыре золотые медали только за 2016 год на агропромышленной выставке «Золотая осень». Марки качества Чуварской республики была удостоена сметана с массовой долей жира 20%. И главная победа в юбилейный год. Звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России» воспринимается самими работниками как должное. Мы хотим на будущий год расширить линейку по продаже творога. Уже готовятся контракты порядка 2 миллионов евро на новое технологическое оборудование. В пользу случаем хотел бы поздравить всех покупателей нашей продукции с наступающим Новым годом. Пожелать всем добра и мира в вашем доме, счастья и здоровья ваших семей, вашим близким. Ну и, конечно, удачи в бизнесе и новогоднего настроения. Привыкшие держать руку на пульсе сотрудники молочного завода, конечно же, приоритетным считают мнение покупателей. С рядом товаров нашей продукции произошли изменения. Изменения касались относительно упаковки. Так, например, наша вкусная ряженка была такого плана, а сейчас она стала вот такая. То есть здесь добавилась наша корова. Вкусно, качественно, полезно. Все 85 лет. Не изменяя традициям. Работает ядрин молоко. Мальвина Петрова, Олег Якимов, Республика. Наши новости и программы вы можете смотреть на сайте НТРК21.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова